Напомним, сегодня тема нашего эфира День Добрых Дел. Так вот, инклюзивный молодежный клуб «Наше место» отмечает 5 лет со дня своего основания. Клуб «Наше место» — это площадка, где проявить себя и реализовать свой творческий потенциал могут не только ребята с ограниченными возможностями, но и их здоровые святники. Да, какие итоги можно подвести за первые 5 лет, поговорим с нашим гостем и узнаем. И будут ли вторые 5 лет у нас в студии. Мария Дусмухаметова — создатель и руководитель клуба «Наше место». Доброе утро. Доброе утро. Ну так что, на вторые 5 лет идем? А то, конечно, что же там не сходить на вторые 5 лет, потому что первые 5 лет прошли очень насыщенно. Мы набрали столько опыта, и я и моя команда гордимся тем, что мы это придумали сами. То есть вообще наш город может этим гордиться, потому что нет аналогов в стране. Мы ни у кого не перенимаем опыт. Скорее, к нам уже должны ездить и смотреть, как мы это делаем, потому что мы создали параллельную реальность. Вот действительно так. У нас молодежь, уже надо, наверное, убрать вот эту приставку «Клуб для молодежи» с инвалидностью. Я даже не могу процент вам сказать. Мне кажется, нас всех поровну, кого больше, кого меньше, не знаю. Но всем настолько здорово, атмосфера настолько искренняя, что я вообще рада за ребят, что они к нам попали, что они нас поддерживают, и благодаря их поддержке живет клуб. И буду очень рада, если молодежь еще к нам придет, будет появляться. Мария, мы неоднократно тоже и в своей передаче показывали сюжеты о ваших проектах. Расскажите, каким именно вы гордитесь, какой на вас произвел такое впечатление. Я, с вашего позволения, Анна, дополню еще и... Ну, не все же следят очень пристально за деятельностью вашего фонда и клуба. Расскажите направление деятельности. Знаете, вот буквально на днях посчитала, у нас порядка 150 артистов. То есть это вот наш творческий такой коллектив. У нас 5 коллективов, среди них 3 танцевальных. Это ребята и на колясках, ребята с ограничением слуха, ребята с ДЦП у нас танцуют. Есть вокальный коллектив, он тоже перемешан, там, ребята, с разными ограничениями. Есть коллектив жестового пения, очень красивый коллектив. И там только здоровые ребята. Вот такой парадокс сложился. Помимо этого, у нас есть своя театральная студия. Мы ставим спектакли. У нас есть КВН, он тоже результаты деятельности. Мы каждый год представляем наши КВНщики, выступаем. Что еще у нас есть? У нас есть клуб для родителей, который называется «Мама в деле». У нас есть танцевальное направление. Это пока не коллектив для ребят с ментальными ограничениями. Помимо этого, мы делаем большие мероприятия. Мы делаем небольшие камерные встречи в офисе для ребят, которые не могут так активно принимать участие в такой творческой жизни. Мне кажется, каждый может найти у нас занятие для себя. Вот мне еще интересно, с чего вы начали и к чему сейчас пришли? Наверняка начинать было очень сложно, правда? Ведь вот этот путь проходить сейчас наверняка к вам и намного отзывчивее люди, и уже знают, к чему вы идете, какие у вас цели. Вот скажите вот эту историю. А какая, кстати, та самая цель на ближайшие пять лет? А вы знаете, вот на ближайшие пять лет нет, наверное, есть на сто. Ух ты! Это хорошо. Это просто, чтобы город Челябинск наш стал добрым, открытым для абсолютно разных людей, чтобы мы не стеснялись помогать друг другу, улыбаться на улицах, поддерживать, открывать дверь, говорить, а может быть, вам чем-то помочь. Вот таким я вижу, как бы, такой я вижу цель нашего клуба. Но за пять лет уже стал лучше? Однозначно. Не отвечайте на этот вопрос, я за вас отвечу. Да. Спасибо. Спасибо. Какой вопрос вы задали в начале? Расскажите, насколько у вас именно ваш коллектив увеличился? Больше стало? Вы знаете, когда мы начинали, у нас было всего три девочки, и мы были абсолютно неадекватны. Мы не понимали, что мы творим. Мы открывали любые двери. Я как раз вот буквально вчера об этом вспоминала и думаю, что ж такое. Я совершенно ничего не боялась. Я не думала о том, что обо мне подумают люди, потому что я заходила действительно в любой кабинет, так скажем, и говорила, у меня вот такая идея, я хочу вот это сделать. Сейчас у меня как бы уже больше здравого смысла, но в нас больше стали верить. Потому что на начальном этапе это звучало очень-очень романтично. Сделать такое сообщество молодежи, не имея за собой никакой ни политической, ни финансовой, ни государственной поддержки. Просто это все на энтузиазме и на мышленников. Ну и сейчас ваш коллектив это уже... Какой? Шесть человек. Это уже шесть человек. Хорошо, это уже шесть человек. Через десять лет, ну, следующих десять лет будет девять. Двенадцать. А, двенадцать. Но на самом деле мы, наверное, можем сказать, что это как минимум сто пятьдесят человек. Да, 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 все люди в ваших... Вообще клуба, да, ну, я думаю, что они уже все с одной целью. Спасибо вам огромное. По-моему, гениальное дело. Продолжайте, творите в том же духе. Мы вас... Вовлекаемые днем рождения нас. Да, с днем рождения вас. Мы вас будем поддерживать всячески. Большое спасибо. Большое спасибо. У нас в гостях замечательный человек Мария Дусмухаметова, создатель и руководитель клуба «Наше место».